Рассказ Михаила Зощенко «Прелести культуры». Всегда я симпатизировал центральным убеждением. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету. Без пальто публика выгоднее отличается. Красивей и элегантней. Но, что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял. Или, может быть, шел горло промочить. Не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас. Завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка». И одним словом уговорили меня пойти в театр. Провести культурный вечер. Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Вилят раздеваться. Поет-то, говорят, сымайте. Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. Прямо думаю, срамота может сейчас произойти. Главное, рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей фоейки. Я говорю своим. Прямо говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет, не важно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там. И сорочка, опять же, грубая. Товарищ Локтев говорит. Ну, покажись. Расстегнулся я. Показываюсь. Да, говорит, действительно видик. Дама тоже, конечно, посмотрела. И говорит. Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще под штаник и поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театре ходить. Я говорю. Я не знал, что я в театры иду. Дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу. Что тогда? Стали мы думать. Чего делать? Локтев, собака, говорит. Вот чего. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку. И ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко. Растегнул он свой пиджак. Стал щупать и шарить внутри себя. Ой, говорит, мать честная. Я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам. Все-таки приличнее. Привяжи на шею. И ходи, будто тебе все время жарко. Дама, говорит. Лучше, говорит, я ей-богу домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. А то, говорит, один кавалер чуть не в почтаниках, а у другого галстук за место пиджака. Пусть чай, говорит, говорит, Василий Митрофанович, пальто попросит пойти. Просим и умоляем. Показываем союзные книжки. Не пущает. Это, говорят, не девятнадцатый год в пальто сидеть. Ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти. Но как подумаешь, что деньги заплачены. Не могу идти. Ноги не идут к выходу. Локтев, собака, говорит. Вот чего. Ты, говорит, подтяжки отстегни. Пусть чай, дама понесет за место сумочки. А сам валяй, как есть. Будто у тебя это летняя рубашка, а, паш? И тебе одним словом в ней все время жарко. Дама говорит. Я подтяжки не понесу. Как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить. Пусть чай, Василий Митрофанович, сам несет. Или в карман тебе сунет. Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как суткин сын. Ах, холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит. Дама говорит. Скоряй вы, подлец, эдакий отстегивайте помощи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше домой сейчас пойду. А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю. После приводим себя в порядок и садимся на места. Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня. Да, вам говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как суткин сын. Я говорю, я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я говорю, братцы, и сам не рад. Что же сделать? Волокут меня, конечно, в контору. Записывает все как есть. После отпущает. А теперь, говорят, придется трешку по саду отдать. Вот гадость-то! Прям не угадаешь, откуда неприятности. Прямо готов. Прямо готов. Прямо готов. Продолжение следует...